11 сентября в Тверской области прошел единый день голосования. В 15 муниципалитетах, в том числе и в самой Твери, выбирали депутатов местных дум. Какие муниципалитеты были самыми активными? Фиксировались ли нарушения и кандидаты от каких партий получат мандаты в Тверской думе? Расскажет наш корреспондент, которая наблюдала за ходом голосования. По предварительным данным, явка по региону составила 17%. Но это с учетом того, что избирательная кампания затронула только 15 муниципалитетов. Выбирали депутатов городских дум. Самыми активными оказались жители Старицы. Там явка составила около 46%. В Твери в своей воле изъявлении сделали чуть больше 12% граждан. Среди них артист-вокалист Тверской филармонии Виктор Сухов. Нельзя сейчас в наше время, как говорится, быть не в событии того, что происходит. Естественно, каждый человек должен высказать, что он думает, что бы он хотел, чтобы было. Я считаю, это важно. Для некоторых тверичан это голосование стало первым в их жизни. Так Виктория Маркова положила для себя и друзей начало традиций – участвовать в выборах. Ведь в ее семье принято участвовать в каждой избирательной кампании. Молодые граждане России должны приходить и реализовывать свою гражданскую позицию и голосовать. Надеюсь, что остальная молодежь тоже придет и поддержит. Не оставалось в стороне и старшее поколение. Заслуженный тренер по грибному спорту Александр Бряндаков считает, абсолютно каждый голос имеет вес. А выборы будущих членов городского парламента – важный шаг, от которого будет зависеть развитие Твери. Я считаю, что каждый гражданин нашей Родины имеет право и обязан высказать свое мнение по поводу, кого мы избираем, тех людей, которые будут где-то строить нашу жизнь. Конечно же, самая крупная кампания этого года – выборы депутатов Тверской городской думы. Здесь развернулась настоящая политическая борьба за 25 мандатов. На них претендовали 172 кандидата от 8 политических партий. На пресс-конференции 12 сентября председатель Тверского регионального избиркома Валентина Дронова озвучила предварительные итоги распределения мандатов. В Тверской городской думе мы видим 25 мандатов, и все мандаты получили кандидаты от «Единой России». Из 260 мандатов 220 мандатов или 83% кандидата выдвинутой партии «Единой России», 36 кандидата выдвинутые в порядке самов движения, что составляет 13%, 5 мандатов или 1,8% получили кандидаты выдвинутой КПРФ, 1,5% или 4 мандата кандидата выдвинутой партии «Справедливая Россия». Ход голосования контролировали 1142 наблюдателя. Из них 190 человек от политических партий и 530 от кандидатов. Остальные – общественники. Было задействовано 422 общественных наблюдателя, которых мы готовили больше месяца. Помимо общественных наблюдателей, у нас работал в этом году ситуационный центр, состоящий из наиболее активных граждан. Юридически многие были специально подготовлены. Ситуационный центр работал по принципу получения от граждан, от общественных наблюдателей различных вопросов. У нас 85 членов ситуационного центра. В комиссии разного уровня не поступало жалоб, связанных непосредственно с проведением голосования. Были обращения, связанные с проведением агитаций и взаимными претензиями кандидатов. В ситуационные центры поступали звонки от граждан, но они касались информации технического характера. В ближайшее время будут подведены окончательные итоги и местные думы начнут работу. А пока кандидаты, одержавшие победу на выборах, благодарят свой электорат и готовятся к исполнению возложенных на них обязанностей. Я хочу и от себя лично, и от всех членов нашей дружной команды, которая сегодня приходит в новом составе в нашу городскую думу, конечно же, поблагодарить наших избирателей. И сказать, что это не какой-то выигрышный лотерейный билет, а это серьезное бремя ответственности и доверия народа. Уже в ближайшее время новому составу парламента предстоит выбрать нового главу Твери.